В море купаться можно, соответственно, только эстетически это будет, наверное, неприятно, каким не было бы лично. С 22 июня областным лабораторным центром МОЗ были отобраны пробы морской воды санитарно-микробиологических 332 отбора и санитарно-химических 99 отборов. Это по состоянию с 22 апреля до 10 июня сегодняшнего года. Значит, превышений либо каких-то аномальных ситуаций не зафиксировано. 10 числа после массового цветения воды были отобраны также санитарно-микробиологических 60 проб и санитарно-химических 12. 12. Анализ делается согласно методике 4 дня, поэтому завтра ожидаем показания. Происходит следующее, что эти бактерии садятся на дно и гибнут. Происходит выделение сероводорода, поэтому мы могли зафиксировать неприятный запах, в частности, вчера днем в районе мор-вокзала и Думской площади. Путин, брат, что это вокруг его вообще за зелень? Куда она взяла? Это обычное стандартное цветение воды. Как я уже сегодня говорил, что у нас довольно-таки опресненное море, пресное, в сравнении с нашим соседом Средиземным и так далее. Поэтому при попадании еще большего количества пресной воды в виде осадков, особенно с рек, таких больших, как Дуна и Днестр и так далее, это способствует его скорейшему цветению. Такую ситуацию мы наблюдаем обычно в июле месяце, но сейчас в связи с резким потеплением и большими осадками эта ситуация произошла сейчас. Какой флора и фауна на безопасность более-менее? Это влияет в любом случае, но не смертельно, нет никакой не экологической катастрофы, как там многие специалисты, так назовем их, заявляют. Это, к сожалению, для Черного моря частая ситуация и в связи с тем, что у нас и так очень сложные условия для жизни микроорганизмов и, в принципе, флоры морской из-за солености воды, которая варьируется в пределах 16-18 грамм на литр, именно грамм на литр воды. Поэтому, соответственно, для флоры, в общем-то, для фауны это не может быть хорошо само опреснение. То, что там гибнет водоросль, опять же, не сказывается благоприятно, потому что происходит процесс гниения. Но еще раз хочу заметить, что вот сейчас был проведен брифинг в Одессите, и были специалисты, которые еще раз подтвердили о том, что никакой опасности или угрозы для здоровья людей нет. А сколько может продолжиться это цветение? В том-то и дело, что в этом году ситуация неординарная, потому что, как я уже говорил, это обычно случается июль месяц-средина, а сейчас мы это увидели в июне. Если, будем надеяться, не будет осадков, то, в принципе, ситуация, как правило, заканчивается сама собой в течение недели. Продолжение следует...